МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнуржакен. Сегодня в выпуске. Ажитаж вокруг поставки угля не должен повториться, заявил о Кимобласти Ирлан Кушанов. Глава региона посетил один из складов и поинтересовался ходом сбыта угля. Пшеницу твердых сортов из Карагандинской области будут экспортировать в Европу. В крестьянском хозяйстве Найдаровская использует методы цифровизации. Это позволит увеличить урожайность без сильного удорожания продукции. Алло, мы ищем таланты. В медицинском университете ищут самых талантливых студентов для пополнения рядов участников различных творческих кружков. Ажитаж вокруг поставки угля не должен повториться, заявил о Кимобласти Ирлан Кушанов. Глава региона посетил один из складов и поинтересовался ходом сбыта угля. Также Ирлан Кушанов наведался и в другие объекты, среди которых новый оптово-распределительный логистический центр, поликлиника, детский сад и строящиеся дома. Акимобласти Ирлан Кушанов призвал своих подчиненных держать ситуацию с углем под контролем, чтобы не повторить прошлогоднего ажиотажа. Глава региона посетил один из складов и поинтересовался ходом сбыта угля. Аким Карагандин Ирлана Убакиров доложил, что 65% населения уже обеспечено черным золотом. Чтобы охватить оставшиеся 35%, основной участок торговли работает от зари до заката. У нас основной этот склад, да? Основной это, да. Основной здесь. А вот что, машины нет или вы разогнали? А с утра? С утра. А не с 8 утра? У них с 8 утра. До скольки? До последнего клиента. Если до 6 машин нету, то все закрываем. Если машины едут до последнего клиента. Это прошлый год здесь же очередь? Да. Здесь самая большая очередь. Самая большая была. Участок компании «Жаландуотан» является крупнейшей точкой сбыта угля по Караганде. На данный момент на складе имеется около 9 тысяч тонн угля. Шубаркульский уголь отпускает по 11 тысяч 100 тенге за тонну. По словам начальника участка, очередей практически нет, так как многие начали закупать уголь уже в летний период. Она также возникает по-разному. Бывает большая в связи с перестановками вагонов. Мы немножечко притормаживаем свои рабочие моменты. Но в остальном все есть. Кто ждет, тот уголь берет. Такого нет, чтобы человек постоял, а мы перед воротами, вороты перед носом закрыли. То есть мы полностью всех обрабатываем. Осведомившись о сбытии угля, Ерлан Кушанов направился в оптово-распределительный логистический центр «Альфа-Рух», который раскинулся на площади 21 гектар. Здесь будут оказываться услуги по хранению плода овощной, мясомолочной продукции, а также по обслуживанию автомобильных и железнодорожных грузопотоков. Общая стоимость проекта составила 10,5 миллиардов. То есть у него нет перекупщика, он сам работает, минус 30,5 миллиардов. А Петропавловск не доедет? А не надо ему ездить. Потому что я видел, ездил туда, когда в Омск, ездил в Петропавловск, я видел ту площадку, куда все приезжают и бегом-бегом это сливают, потому что пока они доезжают, уже не хватает. Также в ходе объезда Акимобласти ознакомился со строительством домов в рамках программы 7-20-25. Посетил детский сад Арн-де-Бала, поликлинику номер 8 и сквер по улице Гопеева. Помимо этого Ерлан Кушанов ознакомился с благоустройством дворов в микрорайоне Степной-3. Жильцы домов побеседовали с Акимом области и выразили благодарность за положительные изменения в жизни города. Тохжан Лянова, Жаслан Макубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Пшеницу твердых сортов из Карагандинской области будут экспортировать в Европу. Акимобласти Ирлан Кушанов ознакомился с ходом уборочных работ в Осокаровском районе. Он посетил поля нескольких христианских хозяйств и комплекс по очистке, сушке и хранению зерна. В нынешнем году на полях Карагандинской области впервые освоили технологию точного земледелия. Методы цифровизации используют в компании «Найдоровская». Это позволяет увеличить урожайность бессильного удорожания продукции. 550 гектаров земли были засеяны семенами твердых сортов пшеницы. Также на полях установили метеостанции, которые показывают в том числе влажность и температуру почвы. Благодаря этому ожидается урожайность в среднем 50 центнеразгектара. Руководитель компании Павел Лущак отметил, что уже налажен рынок сбыта. «Европа, Австрия, Италия. Макароны. Очень хорошие показатели, характеристики очень хорошие. А по цене как? Цена дороже, где-то на 40% от мягкой пшеницы. То есть сбыт вы наладили? Быт проблем нету. Вообще просят, врут. Да. Очень хорошее качество показывает у нас. Очень хорошее качество». На экспериментальных полях отмечается более высокая урожайность. В следующем году планируется увеличить площадь посева твердых сортов пшеницы в пять раз. Глава региона отметил, что раз такие высокие показатели, то необходимо переходить на новую технологию. «Если сбыт есть, урожайность хорошая, надо переходить». «В этом направлении надо двигаться, я считаю». «Тем более через цифровизацию вы. Также Аким Карагандинской области посетил комплекс, предназначенный для очистки, сушки и хранения зерна ТОО «Ясная поляна». Здесь используют немецкую технологию и оборудование. Производительность воздушно-решетного сепаратора составляет 60 тонн в час. «Вы только для своего хозяйства? Или вы будете…» «Нет, ну это зависит от того, сколько зерна сроку. В принципе, мое зерно, которое я произвожу, я могу полностью за полтора месяца. Это в сутки можно 500 тонн просушить, а за полтора месяца по любому просушить. «Можете услуги оказывать другие?» «Да, оказываю». «Хорошо». В текущем году уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур по области составляет 826 тысяч гектаров. В сельхозформированиях предстоит провести уборку картофеля на площади свыше 9 тысяч гектаров и овощей 1442 гектара. Закончить уборочные работы в области планируют до октября. Кроме того, во время рабочей поездки глава области ознакомился с результатами ремонтных работ на автодороге Караганда-Жисказган. Начиная с прошлого года, там отремонтировали участок в 389 километров. Общая протяженность дороги составляет 513 километров. В следующем году запланирован средний ремонт на участке в 60 километров. Из них 20 будут отремонтированы с применением метода холодного ресайклирования. По предварительным подсчетам, для ремонтных работ понадобится около 900 миллионов тенге. Также на следующий год запланирован ремонт самого деформированного участка автодороги Жисказган-Казларда протяженностью в 20 километров. Помимо этого, в 2019 году дорожники намерены завершить замену дорожного полотна на дороге, ведущей в сторону Каражала и поселка Жайрем. Таким образом, я думаю, что это 233 километра в этом году. Ну, это вот, то, что в прошлом году мы в этом году. В прошлый год качество оставляют желательно. Да. А в этом году как качество? Качество в этом году. Качество, да. Контроль ведет. Алло, мы ищем таланты. Именно так назвали свой конкурс в медицинском университете. Его главная цель – найти самых талантливых студентов для пополнения рядов участников различных творческих кружков. Учеба в медицинском университете заметно отличается от учебы в любом другом вузе страны. Это подтвердят все те, кому предстоит пополнить армию людей в белых халатах. Несмотря на многолетнюю упорную учебу, студенты-медики стараются развиваться в нескольких направлениях. Старшекурсники, которые сегодня принимают свои ряды талантливых новичков, уверены, что различные кружки не могут стать помехой в освоении ответственной профессии. Учеба в медицинском – очень тяжелый труд, то есть требует очень большого времени. То есть у нас практически так сказать не остается времени для отдыха. Но помимо мы успеваем совмещать, так как мы должны, как говорил великий русский хирург Пирогов сказал, если хочешь стать успешным человеком, ты не должен быть лучшим только в одной отрасли, ты должен быть разносторонним не только в других направлениях, но и также в творчестве и культуре. Поэтому мы успеваем совмещать и учебную сторону, а также и творческую деятельность. В Карагандинском государственном медицинском университете функционируют кружки вокала, танцев, поэзии. Есть и множество структур и органов самоуправления. Одним словом, каждый найдет что-нибудь увлекательное. Занятия в кружках длятся по два часа три дня в неделю. Уставшие студенты с радостью проводят вечера за любимым делом. Для кого-то это дебаты, для некоторых – танцы, для других – пение. Однако здесь не все так просто. Чтобы стать членом кружка, нужно продемонстрировать свои таланты. В конкретном нашем кружке проходит прослушивание. То есть мы просим спеть одну песню, к которой они считают, что сильны. То есть у нас проходит отбор. И дальше наш руководитель, уже директор отдела по работе с молодежью, также прослушивает. И мы уже утверждаем полный список после полного прослушивания. В отборе приняли участие сотни первокурсников. Тех счастливчиков, которых возьмут в ряды талантов университета, ждет насыщенная студенческая жизнь. Тохжан Лянова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. Медики, общественные деятели, представители неправительственных организаций и политических партий собрались в Караганде за круглым столом. Участники мероприятия обсудили реализацию в Казахстане гранта глобального фонда для борьбы со СПИДом. Организатором круглого стола выступил Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Главная цель мероприятия – создание основ по внедрению механизма социальных контрактов. Межотраслевое взаимодействие по реализации государственных социальных заказов. О текущей ситуации по ВИЧ-инфекции рассказал руководитель Республиканского центра. И распространенность ВИЧ-инфекции в возрастной группе от 15 до 49 лет. Этот возраст берется для глобальной оценки индекса конкурентоспособности. Он составляет чуть более 0,2%. Вот этот показатель характеризует Казахстан, что ВИЧ-инфекция в Казахстане находится в концентрированной стадии. Она находится в группах, которые сегодня наиболее уязвимы. Это наркопотребители, работницы коммерческого секса и мужчины, имеющие секс с мужчинами. То есть инфекция пока сегодня концентрируется только в этих трех ключевых группах. Участники обсудили вопросы взаимодействия государственных органов и неправительственных организаций в реализации государственного социального заказа, роль неправительственных организаций в сфере профилактики ВИЧ-инфекции, а также реализацию профилактических услуг неправительственными организациями среди ключевых групп населения в Карагандинской области. Я вижу, что иногда неправительственный, да, уполномоченный орган говорит, мы говорим, почему, я как депутат говорю, почему вы не отдаете эту услугу неправительственным секторам? Они говорят, а кому отдать? И если мы начинаем смотреть, на самом деле неправительственный сектор еще не всегда профессионалы. Не в одном направлении, да, допустим, работают, а работают, то есть просто лишь бы выиграть этот конкурс. Стоит отметить, что Казахстан получил грант в размере 4,5 миллионов американских долларов от Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезой и малярией. Полученный грант Республиканский центр будет распределять на мероприятие по профилактике ВИЧ, включая схемы осуществления социальных заказов для НПО. Реализация гранта будет проходить в Астане, Алматы и Карагандинской области. Андрей Тенаманкужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В течение года в Казахстане работает новая торговая платформа онлайн-рынок «Сауда». Ее разработчики – молодые карагандинцы – озабоченные тем, что большинство подобных интернет-ресурсов являются зарубежными. В Казахстане действует множество торговых сайтов и приложений, однако все они являются зарубежными. Почему бы не создать свой интернет-ресурс, на котором бы казахстанские продавцы размещали свою продукцию, предназначенную казахстанским же покупателям? Этим вопросом задались трое молодых карагандинцев. Как итог – создание онлайн-рынка «Сауда». Разработчики заявляют, что их продукт обладает своей уникальностью, а именно – ориентированность на покупателя. Мы будем создавать условия для покупателя. То есть он будет создавать условия, то есть он будет создавать время, назначать цену, то есть как ему будет удобно. Например, если он хочет купить квартиру, и он заходит на наш сайт или на наше мобильное приложение и напишет «Я хочу купить квартиру, туфткомнатную, за такую сумму, у меня есть вот такая сумма, звоните, пишите». То есть продавец это видит, и они звонят. То есть они между собой заключают сделку. Точно так же машины, товары, услуги. Проект работает уже 12 месяцев. Этого времени хватило для того, чтобы доказать жизнеспособность торговой платформы. Сегодня на сайте онлайн-рынка представлены сотни тысяч объявлений по всему Казахстану. В ближайших планах – привлечение новых пользователей. В долгосрочной перспективе – выход на рынок соседних стран. Также преимущество нашего проекта – он сэкономит денег наших граждан. Если посчитать, в 2017 году наши граждане более 500 миллионов долларов они потратили на таких сайтах, на таких торговых площадках именно за ограниченные. То есть вот эти деньги ушли в другие страны. Если они бы покупали через наш проект, все эти деньги бы оставались в стране Казахстана. Стоит также отметить, что данный проект завоевал немало наград на специализированных выставках и конкурсах стартапов. Андрей Теноман, Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Воспитание в казахстанцах патриотических чувств. Такова главная цель у РАЗГУЛь Асангазы. Известный общественный деятель провела в Караганде тренинг для тех, кто стремится к личностному росту. Конкурентоспособное государство начинается с конкурентоспособных граждан, заявила автор тренинга ОРАЗГУЛЬ Асангазы. Известный общественный деятель провела тренинг для тех, кто стремится к личностному росту и самопознанию. Отличие тренингов ОРАЗГУЛЬ Асангазы от многих других заключается в доле патриотизма. Экс-депутат Мажелиса неустанно твердит своим слушателям о том, что в первую очередь нужно знать свои корни и родной язык, прежде чем углубляться в изучение иностранного. В настоящее время существует много различных психологических тренингов. Я тоже решила не оставаться в стороне и объездить всю страну. Моя цель – это воспитание патриотизма у граждан Казахстана. Если после моих тренингов у людей появится чувство гордости за свой народ, то я буду довольна результатами. Участники пребывали в хорошем настроении, отмечая, что тренинг произвел на них самое лучшее впечатление. В тренинге приняли участие те, кто давно следит за деятельностью ОРАЗГУЛЬ Асангазы и берет с нее пример. Я получила особенные впечатления от этого тренинга. ОРАЗГУЛЬ Асангазы раздала нам свои книги, рабочие тетради, показала упражнения. Она многого достигла в жизни. Прошла путь от учителя до депутата. Ею нельзя не восхищаться. Этот тренинг был очень полезным. В ходе тренинга карагандинцы выполняли различные упражнения. Следует отметить, что Караганда – лишь один из городов, который планирует посетить ОРАЗГУЛЬ Асангазы. Государственный и общественный деятель не намерены изменять своим убеждениям и планам. Ее цель – это воспитание патриотизма у казахстанцев. Тохжан Лянова, Аман Кожанов, Андрей Тимофей. Первый карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Солбомстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова